Украинский выбор И на уважение к языкам Как природное явление для каждого гражданина Поэтому мы и говорим о том, что язык должен выбирать каждый свой родной язык На котором он может свободно общаться, выражая свою волю Уважаемые друзья, вы, наверное, слышали обращение нашего лидера Я вам скажу, мы работаем второй год, как создано это движение, всеукраинское движение И в основе этого движения лежат правовые платформы деятельности гражданского общества Правовые платформы деятельности территориальных громад Правовые основания деятельности всего украинского народа Мы выходим с конституционных принципов Конституция предоставила право Нам с вами, вернее, закрепила Свободу мыслей, свободу выразъявлений Мы это слышали и вроде знаем С другой стороны, Конституция закрепила И наше право, что народ управляет страной Еще раз повторяю, народ управляет страной Вроде прописные истины Однако, мы, ведя эту работу, разъяснительную, просветительскую работу Констатируем тот факт, что на сегодняшний день Надо признать, надо признать нарушение основоположных фундаментальных прав граждан нашей страны Основоположных фундаментальных прав Надо признать, что чиновничий аппарат Узурпировал власть и подавил волю народа И мы говорим это открыто Мы говорим, что мы не есть в оппозиции к правительству И мы не есть в оппозиции к оппозиции Ну, вы слышали, я ценю, Кличко, кто там еще В оппозиции Нет, мы в оппозиции беззаконен Мы в оппозиции против антиконституционной деятельности наших государственных учреждений Мы в оппозиции к антиконституционной деятельности нашего руководства страны, правительства, если хотите, президента Последнее вы, наверное, слышали Уже имелись две попытки Две попытки Реализовать волю граждан Мысли, организовать сборы Ну, Белая Церковь понимает Как город-спутник уже для столицы нашей Родины Так, люди решили высказать свою мысль Решили высказать свою мысль Собрались на стадионе Спартак Что вы думаете? Запретили быть представителем Центральной избирательной комиссии А поскольку там нет представителя Центральной избирательной комиссии Значит, вы не имеете права высказывать мысль вслух Вот в каком обществе мы сейчас с вами находимся И украинский выбор, и ее лидер Однозначно мы призываем народ Поднять наше сознание, поднять наши мысли Выразить ее мысли И народ, смотрите, только 5 воскресенья Это было 6 числа в 5 городах Украины Донецк, Запорожье, Харьков, Симферополь Вышли люди, чтобы провести собрание уже по регионам И это запретили А по поводу чего выходит народ? Это не идет речь о сотне Это не идет речь о десятках тысяч Это идет речь о сотнях тысяч людей Которые не могут выразить свою волю О чем же хочет сказать народ? А народ наш умный Страна мы аграрная, хотя мы имели сильную экономическую промышленную основу И народ хотел сказать, куда же нам идти? Вот мы хотим спросить и посоветоваться на народном хурале Куда же нам, какой вектор выбрать? Или идти на Запад, или идти на Восток Славянским государством С которым мы веками плечо в плечо Отстаивали свою независимость Свою землю, свою территорию Свою идею, свою духовность Украинский выбор говорит о том Что, к сожалению, на сегодняшний день Мы говорим о подмене Вопросов духовности нации Культуры нации Экономическими вопросами Разве не об этом говорить? Послушайте нашего Господина Порошенко Который в этих обертках Рошеновских Который делает Венгрия, Китай и все прочее Ведет массовая пропаганда Превосходства Движения в сторону Европейского Союза В сторону подписания Ассоциации Соглашения об ассоциации с Европой Членами государства и прочее Которые намечают в ноябре этого года Уважаемые, я думаю Думается так Что вы еще будете свидетелями Что Украина Вернее, как Балусловская выразилась Нардеп от регионов Я говорю Готова задрать штаны И бежать в Европу Вы понимаете? Когда наш замминистра Иностранный дел И говорит, что Украина Должна находиться в стадии Осетра Когда он идет на нервис У него другого пути нет Вот так сравнивают Наши чиновники Вот так сравнивают нас с вами Куда нам идти И что нам делать Почему не читает Конституцию Где правильно и однозначно написано Что народ Является учредителем власти Единственным учредителем Суверен власти И он является заказчиком Отношений чиновников Начиная от президента И заканчивая Головую сельскую рак Об этом и говорит Выбор Украинский выбор И ее лидер Мы ведь не скрываем И мы в голос говорим о том Что президент был первый Ющенко Когда народ собрал 4 миллиона Вы вдумайтесь в цифру Здесь и студенты И люди 4 миллиона 431 тысячу 316 подписей Собрал народ И говорит А ну давайте проведем Всеукраинский референдум По инициативе народа И спросим Мы хотим идти в НАТО Одевать Бундеставловские сапоги Или не хотим Мы хотим Просоединиться К европейскому Экономическому пространству И работать с ними Славянами Российская федерация Белоруссия и Казахстан Это было в 2006 году По этому поводу Возбуждались уголовные дела Там за подписи все Химичили На одного дела до суда Никто не кинув И центральная избирательная комиссия Признала указанную высшую цифру Что люди сознательно Пришли и подписались Господин президент Исполни свою конституционную обязанность Что вы думаете Ющенко сам под сукно спрятался И спрятал эти материалы Центральной избирательной комиссии Чтобы не провозглашать А конституция Референдум А конституция Статья 72 Обязывает его это сделать Ну как он может Требовать от народа Что-то делать Когда он сам Зло предребил Своим должностным положением Президента Главы державы И гаранта конституции И сам совершил тяжкие преступления Поскольку ограничение мышления Ограничение волеизъявления Статья 22 Которая предусматривает В основном Категорически недопустимо Конституционный суд В 2008 году Рассмотрел этот вопрос И сказал Что уважаемый президент Есть же конституция Исполняйте конституцию Провозгласите Пусть народ соберется И скажет Это был октябрь 2008 года И ушел за октябрем И ушел президент Ющенко Ушел бесславно О чем вы знаете Хотя красиво начинали Они на Майдане Эти подвижки И к чему они привели Еще история Эту не оценила Есть на сегодняшний день Президент Янукович Украинский выбор И люди Активисты И граждане Собираются уже Десятками тысяч И говорят Уважаемый президент Эти обязанности Распространяются И на вас Списки составлены Подписи поставлены Вам дан наказ Граждан Украины Исполните свой долг И обязанность И вот это мы ждем Что нам ответит Президент Янукович Вот вопрос А все идет речь И упирается В эту Году Соглашения Об ассоциации Знаете Ну во первых Здесь много студентов Я скажу Вы наверняка Изучаете Нормативно-правовый материал Так это норма Это Соглашение Имеет 483 статьи 73 приложения И 3 Дополнительные протокола Кто их читал Кто их читал Порошенко Который утверждает Что он их писал Если писал То плохо написал Почему Потому что Однозначно Засвидетельствует Когда Ознакомление Украинский выбор Его Центр правовых Экспертиз Мы изучили Подробнейшим образом И Со всей ответственностью Заявляем Что это Соглашение Антиконституционно Противоречит Конституции Причем Посмотрите О чем идет Речь О чем идет Речь Я взял Вам Скажу Вот одну Цифру И очки Достану Сошер Держи Господин Азаров Господин Азаров Наш Премьер Министр Адаптация Украинских Технических Регламентов До Вимог Евросоюзу Коштуватиме Украине Противом Десяти Роков 165 Миллиардов Євро Это Сказал Премьер Министр Это Каждый Рек 17 Миллиардов Грошей Євро Грошей Євро Не Гривни Если Учесть Что на Севынешний День Задолженность Нашего Государства Больше Тридцати Процентов И еще Чуть-чуть Чуть-чуть И мы В дефоле То Представьте Себе Какая Картинка Что такое Задолженность Зато 138 Миллиардов 138 Миллиардов У нас Прямих Траш Которые Зашли От Международных Финансовых Структур К нам Составляют Больше 17 Миллиардов Рублей Почему Народ Об этом Не знает Мы Когда Говорим О соглашении Они Говорят Что Идет Речь О Торговых Отношениях Об экономических Отношениях Об улучшении Что в Европе Какие красивые Машины И в Европе Все так В берточках Я извиняюсь И все Красиво Все блестит Друзья Мои Блеск мы Видим Как и Нищету Картизан Вот В чем Вопрос Давайте Мы посмотрим Что такое Экономичность Почему Люди Мне говорят Мы Пойдем Европу Действительно Только Золом Задом Как говорит Госпожа Баусловская Подняв штаны Вот В чем Вопрос Если Говорит об экономических Отношениях То напрямую Надо иметь Четыре фактора Тем более Вы в бизнесе Для вас Легко воспринимается Движение капитала Движение денег Движение услуг И движение рабсилы И давайте посмотрим Стоит два Гиганта Европа И Украина Это гигант Это буферная зона Между Северию И Европой И Ла-Манч Стоит Это Украина И что она двинет Тут они Движение капиталов Мы можем Двинуть туда Свой капитал Какой капитал Мы на долгах Как шалкат На сегодняшний день Вы знаете Что прекратились Даже субвенции По социальному характеру На пенсии И об этом молчат И вы Даже студенты То почувствуют В ноябре Весец Что в казне Пусто О каком капитале Движение можете тереть Второй вопрос Движение Товаров Это описательные условия Движение товара Если мы говорим О экономических отношениях Так вот Я вам скажу Даже Как говорится Как говорит моя мучка Это даже не смешно Вот чем вопрос Какой товар Мы повезем Европу Здесь сидят Седоголовые люди И студенты Которые уже образованы Здесь уже сказали Что мы туда повезем Я сегодня Встречался с одним Который приехал С Испании И когда Гид рассказывает Интересные вещи Вот смотрите Мы вот теперь В Европе А молоко И показывает Телевидение Показывает Когда фуры Подъезжают На ливники И сливают молоко Почему Потому что Молоко Голландское Идет Европу На рынок Европа Контролирует А Португальское Молоко Не идет А туфли продают Туфли продают Португалии Итальянские Те Знаменитые Что раньше Португальцы Шили Все Были Фабрики Обувные Вы знаете Кто постарше Все Вот там я Рассказываю Этот пример Для того Как же товар Будет двигаться Наши керзовые Чоботы Двинутся Или Парусиновые Туфли Что Вот в чем вопрос И второе Конечно же Зайдет Ихний товар И что самое страшное Самое страшное Что зайдет сюда Система управления И система Производства И система Производства Никто людям Не рассказывает Что европейские Законы Вернее Члены Ассоциации Должны работать По законам Европейского Союза Статья Которые Предусмотрены Договором По Европейскому Союзу И договором О функционировании Европейского Союза О функционировании Его вообще Не публикуют Вот такая Наше государство У нас Это соглашение Об ассоциации Писалось Семь лет Парафировали Ее В марте 2012 года Политическую Часть А в июне Экономическую Часть И год Держали Иностранные Иностранные Дел И его Заступника Кто Парафировал Если Если Оно Находилось На английском Языке Отведь Друзья Мои Даже Не переведено На украинский Язык Те Которые Глашатели Которые Крещат О державности То Как раз Украинский Выбор Говорит Воздействие Есть угроза Суверенитета Не я же Открываю Вам Америку Когда скажу Когда Всегда Был Базистый Принцип Такой Хоть Хотите Уничтожить Нацию Уничтожить Ее Культуру Духовность Уже Уничтожает Разве Что Это Секрет Что На левый Берег Уже У нас Пришла Центр Греко-католической Веры Я вам докладываю На левом берегу В городе Киеве Построен Центральный Офис Греко-католической Церкви Кто не знает Пусть почитает Историю Что такое Уния Нас Говорят А там Почему Мы Славяне Мы Мы еще Остались В центре Но мы Это знаем 300 лет Османского Игора Мы знаем 300 лет Речи Восполитой И Польшу И мы знаем 300 лет Империю Вот Такая Нация И когда Лидер Украинского Выбора Виктор Медведчук Говорит о том Что Мы Должны Признать Что Исторически Сложительные Обстоятельства Раскололи Нашу Нацию По Мировоззрению По Духовности По Вере Если Хотите И для Его Единения Она Должна Быть Целостной Нацией Мы Должны Держаться Славянских Православных Стоят Чем Он Не Прав Конечно Он Прав Будут Ли оппоненты Скажу Вам Больше Некоторые Выдвинули Тезис Чуть Не Выселить Его С Страны Потому Что Он Говорит Что Таможенный Союз В этом Есть Приоритет Жизнь Покажет И Мы Еще Думаем И Мы Даже Уверены Я Вещу Мое Субъективное Мнение Что Мы Бежим Подпишем Подпишем Это Соглашение А С другой Стороны Да С нами Не Подпишем И Если Вы Станете Этими Свидетелями Спросите Покорную Воспомните Покорную Слугу Немченко Это Действительно Говорил Об этом Что Может Кто-то Скажет Обождите Мы Сами Мучимся Еще И Эти Славян Сюда Привяжем И Сами Будем Мучиться Почему Люди Не знают О том Что В этой Ассоциации Созданы Два Таких Органа Это Рада Ассоциации И Комитет Ассоциации Которые Принимают Решения По силе Выше Нормы Нашей Конституции Что Здесь Непонятно Для Нас С вами Если Выше Нормы Конституции То Зависла Вопрос Суверенитета Не только Наций И народа Ну И Суверенитет Государственности Суверенитет Нашей Экономики И Суверенитет Если хотите Нашего Мышления Вот В чем Вопрос И Мы Когда Ведем Эту Работу Мы Ходим Люди Не скрывая Что Хотим Быть услышанными Чтоб Люди Подняли Проблему Действительно Как говорит Виктор Медведчук Это Веховое Веховое Решение Оно Может Отразиться На поколениях На трех На четырех А может И больше На сотни лет То что Сделает Этот шаг Никто За это Ответит Кто За это Ответит Это Вопрос Почему Людям Не говорят Что 56 Тысяч Заводов Стоит Вы Люди Соприкасаетесь С бизнесом Почему Не говорят О том Что 10 Тысяч Минимум Станет Только В 2014 15 Год Если Мы Тукариды Посмотрите Еще Не Ратифицировано А если Мы Подпишем Соглашение Уже С февраля Месяца Будут Начинать Работать Нормы Ну давайте Чтобы вам Было Понятно Вы Ближе К бизнесмену Что Аж Никак Не Может Быть Предметом Продажи На Европейском Рынке Наше Молоко Почему Потому что Обязательные Условия Рынка Европы Это Бесконтактная Дойка Чем Мы Туда Пойдем Мы Что Не Понимаем Это Мы Это Все Понимаем Идет Речь Уважаемые Друзья Поверьте Я Заявляю Со Идет Речь О Модернизированном Колонизации Нашей Нации И Вы Будете Этим Свидеть Когда Мы Говорим Я Перехожу И уже Буду Заканчивать Надоел Наверное Я Перехожу Следующим Этапом Когда Идет Речь О Движении Рабочей Силы Четыре Компонента О которых Я Говорил Давайте Мы Посмотрим Какие Шпорбаторы Для движения Без них Больше 30% Молодежи Не работает Это то Что официально Признается А вы Ведь умные люди Вы видите Что творится Что вообще Работает В селе Понимаете Ну и так Насколько Посмотрите Ну и так Назваем Рошеновская Отберка Вот мы Получим Кредиты Дешевые Под Четыре Процента Да И мы Заработает Экономика Люди То У нас Не дурные Понимаешь Что если Кредит Под Четыре Процента То Какие Будут Депозиты На Те Рошенята Которые Еще Есть Ведь Что там Грекасы Ну для Истории Я вам Скажу Соединенные Штаты Америки 62% Населения Всего Живет На Депозит Ни фига Не делает Кушает Отдыхает И все Прочее Ну у нас Этого Нет Ну а Есть же У нас Люди И многие Которые Зараблили Свою Копенщину И сдали На Депозит Нас Раз Обдурили В 91 Году Вы помните Кто Постарше Кинули Сбережения Люди Веками Собирали И взяли Кинули Как говорят В Одессе То же Самое Будет Здесь И почему Не говорят О том Что И первые Падут Государственные Банки Первые Падут Государственные Банки Поскольку Реальные Бои условия А теперь Подвижение Рабочей Силы Есть Есть У старой И дряхлой Европы Потребность Такой Рабочей Силы Как У тех Я вам скажу Двигает Это Вопрос И Европа И Европа В этом Нуждается Я же не буду Вам далеко Ходить Посмотрите Кто работает В Италии Ухаживает За старой Дряхлой Европой Нашей Украинкой Россиянкой Ну в основном Украина Так вот Это то Занятость Это тот Поток Рабочей Силы На который Рассчитывает Дряхлой Европа Ну и Последие Предоставление Так сказать Услуг Еще надо Смотреть Через Геополитическое Поле Через Вопрос Гуманитарный Вы видите Что на нас Идет И вы наверняка Чувствуете Смотрите Вы чувствуете Что такое Ювенальная Юстиция Такое выражение У нас появилось Ювенальная Юстиция Вы понимаете Что мы стали Законодателем МОД Появились Такие Социальные Сироты В Европе Ни в одной Стране Нет такой Ни в одной У нас Их более 200 тысяч Таких детей Которые имеют Статус Социальных Сирот Родители Которых Их Вынуждено Бросили Уехали Зарабатывать Себе Источник Для Существования Это уже Украину Называет Депрессивной Зоны Европы Конечно Они нас Возьмут Разве Это не Элементы Колонайального Характера Безусловно И мы Хотели бы Чтобы об этом Рассказали Когда нам Говорят Посмотрите Там В России Бардак Сюда Туда У нас ВВП На душу Населения Национальный Доход Богатство В год 1200 Долларов В Казахстане 12 тысяч Это из расчета Всего Товаров Средств потребления Все проще В Казахстане 12 тысяч Есть вопросы Или нет Возьмите По заработной плате Возьмите По Социальным Аспектам Работной Если уже На сегодняшний день Наше казначейство Признало Перед Днепропетровском Перед Львовом Признало Да Денег нет То пусть пойдут Перед тем Как подписывать И спросят Начиная с вашего Шинного завода Который Прикупили за 4 Миллиона Вы наверное знаете Да И заканчивают Трудным Днепропетровским Заводом А мы говорим О том Что же нас ждет А ждет Я вам скажу Что Мексика Принял решение Говорит А почему Это у нас Так много Металлопроката Из Украины Все Эмбарго Никакого Воза Все стало Стал Днепропетровский Трудный Нет спроса И так будет На все 80% Нашей продукции На Европу Ну вообще Там разговоры Нет и никто Даже не говорит А это Если что иное Как Прямое Посылает Прямая Реальная Угроза Суверенитету Государственному И национальному Вот почему Мы говорим И просим Понятия у людей Восприятия Правильного У людей И доносим Это Нашим Корбчим Чтобы они Знали Что нельзя Шутить С волей Народа Пусть он Скажет А он у нас Мудрый народ И я думаю Что Будущее Как раз И будет За тем Что Украина Должна Развиваться Как Мощное Самостоятельное Государство Вы же Обратите Внимание Мы как Ядерная Держава Уже не Существует Атомные Электростанции Нам Та же Европа Та же Европа Сказала Так Вы прекращайте Это все Дело Мы вам Дадим Помощь Где Эта помощь И хочу Вас повести В историю Которая Здесь Детвора Помоложе Не знают Где же Была Эта Европа Богатая В 33 Году И 32 Когда вымирал Украинский народ Землепашец Вымирал Производитель Сельхозпродукции И никто Не двинулся И шага Нам не сделал Чтобы помочь И спасти людей А такую возможность Они Имели Могли Но не хотели Поэтому Прежде чем Выбирать Какой-то вектор Развитие И оно веховое Конечно же Надо Спросить у народа Если мы В конституции Записали Что Народ Управляет Страной И последнее Когда мы Говорим О суверенитете Когда мы Говорим О том Что же мы Туда дадим То мы Должны признать И это Правительство Должно Заявить Или Президент Сказать Что да У нас Что есть Ископаемые И есть Чернозем Больше мы Ничего туда Не можем дать Можете еще С кукурузой Если она Вырастет Больше мы Ничего Не можем Дать Туда И к чему Это приведет Какие За этим Последствия Вот это И есть Вопрос Ведь Не секрет Посмотрите Уже вошло Такие мощные Две линии Юзерские Месторождения По Сланцу 600 тысяч Гектаров И 700 тысяч Гектаров Разделили Львовскую И Ивано-Франкевскую Области Пополам Потому что Это идет Добыча Сланцевых Газов На глубине От 2 До 10 Км Внутрь И Собственником Этого всего Становятся Зарубежные Компании Миллиардные Компании И Землю нету Выкупают Даже Вы же не знаете И это не говорят Вам И нам Не говорят Что у нас Даже есть Законодательные Акты О признании Права собственности На лесополосы На полевые Дороги На все другое Что за этим Стоит Не будет земли В Конституции Написано Земля Основное Национальное Богатство Так как же Вы могли Принять закон О размежевании Богатства Которая является Собственностью Украинского народа Так как же Вы могли Принять закон О размежевании Права собственности Права государственной И коммунальной собственности А где же народ Ну где народ Мешает Вот это друзья Вы должны Об этом знать Спасибо вам за внимание Спасибо 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 Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо 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 Спасибо